Девушки отдыхают Одна тысяча два, одна тысяча три, одна тысяча четыре, одна тысяча пять Слушай, а где тысячи-то? Чего? Тысячи где? А, да это я так проверяю свои чувства ритма И как, получается? Ну, пока что на уровне секундомер, могу только одну минуту продержаться ровно А, какой у тебя следующий уровень? Таймер, там, я не знаю, или микроволновка? Следующий уровень Барабанщик В переводе с французского означает «хороший барабанщик» И стать им, как вы видите, может любой желающим Конечно, чувства ритма еще никто не отменял Но умение монотонно стучать – это не главное А что же главное? Узнаем прямо сейчас, как и то, почему же я заговорил по-французски Креатив Стремление творить Создавать что-то новое И делать это искренне, со всей душой Ну, с этим у нас, думаю, проблем не будет Душа нараспашку, глаза горят, а руки делают Что дальше? Для барабанщика просто необходимо вести здоровый образ жизни Так как любой токсин в организме тут же сказывается на игре Так Намотали на ус, кажется, начинает получаться И начинаешь что-то ощущать До самой старости у меня, наверное, будет одно и то же ощущение от игры на ударной установке Чувство чего-то неоконченного и огромная радость Барабаны – это бесконечный источник позитивной энергии Лучше и не скажешь Лучше только почувствуешь Когда как следует зарядишь по барабану и сам заряжаешься И такого хочется пожелать каждому Хочется пожелать свободы Чувствовать себя свободно Это самое сложное Но, пожалуй, самое главное Смотрите скатенты Слушай, а ты что маску-то надел? Купаться-то ведь холодно Хорошо, что холодно Но я не купаться Я буду в ней приседать Ну, а со связанными ногами неудобно приседать, нет? Хорошо, что неудобно Но я буду не со связанными Я буду в костюме педвина Его сейчас шьют Дай угадаю Ты собрался на Хэллоуин в сумасшедший дом? Нет, вообще-то Я готовлюсь к следующей Хрящевка-челлендж Здесь творится что-то невероятное В едином порыве Дойти до финиша Во что бы то ни стало А встало перед участниками В этот раз немало В этом году мы очень много построили Искусственных, так сказать, вещей То есть есть грязь Грязь очень плотная Есть вода Вода чуть меньше, чем в прошлом году Разные стены, рвы Колючая проволока Джунгли традиционные Туалеты Трубы, в часовой скайптор И надо пролазить Темные комнаты Ну, очень много, очень интересно Еще интереснее то Кто же все-таки доберется до финиша И не сойдет с дистанции Что можно сказать точно Для этого нужно быть настоящим спортсменом Ну и слегка сумасшедшим Когда был белый Теперь черный, Зач Потрясающе Заново родился Лехи готов выплюнуть Я чувствую, что у меня в прошлом году Сил хватает всех порвать Ну и решил взять хит Для форы Но он меня подсадил хорошо Ну вот так Класса трасса Еще будут подсюда водички Если в прошлом году вообще Спортсмены тут есть, конечно же И пробежать трассу Которую мы предлагаем В этом году 8 километров Для просто человека Занимающегося фитнесом Это, ну, я думаю, невозможно А вот на 3 километрах Уже люди, как сказать Имеющие позитивное мышление Ведущие хороший, здоровый образ жизни Если где-то участие и важнее, чем победа То точно здесь Ну спорт, если им занимаешься То ты им занимаешься всю жизнь А слушай, сделаю одолжение? Давай, какое? Сходи, пожалуйста, за кофе Пока я рассказываю про следующий сюжет Ух ты! Какой классный кошелек! Еще бы! Я его сам сделал Да ладно! Серьезно? Что там делать-то? Вырезал, смазал, проклепал и готово! А меня научишь? Ладно, смотри! Я думаю, что если бы Ван Хельсинг существовал Он выглядел бы вот так Ну, а на самом деле Так выглядит современный Кожный делмастер За нечистью не гоняется Хотя вполне мог бы Ролевик, фехтовальщик, сталкер и стимпанк В отсутствие монстров Направил свои умения и увлечения На изделия из кожи Из кожи можно сделать, наверное, все, что угодно Вопрос в том, как правильно применить материал Я единственное, чем я не занимаюсь Скорее легче так сказать Я не занимаюсь одеждой пока еще И не занимаюсь обувью Хотя у меня в планах все это научится А пока что ремни, сумки, аксессуары, кошельки, браслеты Из-под рук мастера выходит все Что чуть раньше попало в его Нужно признать гениальную голову Обычно я никогда ничего не черчу Хотя высшее образование не удалось Этот процесс понимать, что такое трехмерная модель Так и наброски только для клиента в основном Сам я уже знаю, что я делаю И поэтому никаких дополнительных вещей Не отчерчиваю, не отрисовываю И оставляю обязательно такой момент Когда в процессе работы Не до конца видишь финальную картину Очень всегда интересно со мной посмотреть, что в итоге получится Вот видим шляпку вот эту интересную Как шляпку сделать, я не знаю Понятия не имею вообще Ну для начала балланку сам круглую сделать Ну давай попробуем сделать балланку Пришлось посидеть, подмерить Ага, здесь обрезать, здесь снять Так один размер, другой размер Ну подгоняешь И уже так обрезок накидал И уже все, мысль есть Сейчас ты будешь меня учить, что заделать Да, мы сделаем с тобой простенький кошелек Прям такой несложный Для кукур и для карточек поршу Берем здоровенный наш кусок кожи С которым будем работать В первую очередь вместе с ним обводим лекало Ты сейчас будешь обводить лекало Прижимаю его к куску кожи Обводится серебряной ручкой Почему серебряной? Именно гелевой Потому что от вампиров Нет, нет вампиров Потому что гелевая и серебряная ручка Очень быстро удаляются с кожи Теперь я тебе отрежу этот кусок Вот, дальше потом расскажу, что ты сделаешь Прогоняем заготовку с паром Теперь берешь линеечку Прижимаешь очень аккуратно Резаком Стараешься ни себе пальцы не порезать Вообще, я должен сказать, что занятие очень страшное Когда у тебя в руках просто невероятно острое лезвие И тебе нужно так все четко отрезать Так, теперь берем пробойник Делаем прямые резы То есть вот эти вот боковые Чтобы он хорошо работал Берется наждачная бумага Такого крупного помола, что называется И такими движениями Вниз и от себя снимается вот этот вот Снимается фаска Даже если немножко повредил край вот такой вот Не страшно Процесс настолько умиротворяющий Что забываешь буквально обо всем И готов часами напролет мастерить Тут даже, чтобы пообедать, нереально оторваться Не говоря уже о каких-то там вредных привычках Года три назад я бросил курить Полностью, то есть, ну, прям совсем Был у меня тоже там прецедент Потому что так надоело это все Потому что организм расслабляется, рассыхается Как говорится, начинаешь это просто брюднуть банально Потом где-то года полтора назад я совсем завязался с алкоголем Ну, я, в принципе, так до этого не особо баловался Ну, был дел Дальше Будем ставить кнопки Установка получается не как у машинного аппарата Но очень крепкая Все, разбили Вот буквально каких-то полчаса Минут сорок, наверное, да Полчаса минут сорок И у нас готов отличный, стильный, дизайнерский, как модно сейчас говорит, кошелек Ну вот и все Скоро увидимся Смотри, не заболей И держи себя в форме Че?